Спасибо. Там, откуда я родом, никто не рожал детей. Они просто оставались в утробе матери. Ну а в нашем мире дети рождаются и вырастают. По крайней мере, так должно быть. Это естественно, что завтрашний день не поймет. В конце концов, она жила в царстве мертвых. Я бы не ожидал, что в таком месте будут рождаться дети. Но ведь ребенок Рей не родится, правда? В свое время, конечно. Разве не так? Извини. Все в порядке. Капли дождя падают мне на голову. И это как раз про парня, у которого ноги не помещаются в кровати. Ничего не подходит. Капли дождя падают мне на голову. Они все падают и падают. Поэтому я просто поговорил с солнцем. Это было ужасно. А мне показалось, что это было неплохо. Значит, ты будешь матерью, которая родит своего ребенка. И я просто не могу дождаться этого момента. Поговорим о страшном Сэмю. Я слышал, как лают собаки. Приступаю к реанимации. Отойдите. Верхняя часть пляжа зафиксирована. Координаты L 47,37, B плюс 6,32. Хартман. Ты хорошо выглядишь, Сэм. Спасибо, что пришел. О! Давненько мы не виделись. Показатели в норме. Благодаря этому устройству я могу в любой момент и в любом месте отключиться от сети. И мне не нужны кровати и тому подобное. Я могу спать стоя. Неплохо. Это штаб-квартира нашей скромной организации. Капитанский мостик Техве Магеллана. Когда Техве Магеллан находится в движении, здесь всегда так. Познакомьтесь с Тарманом, нашим доктором и геофизиком. Он также является капитаном и пилотом, если вы не заметили. И он тоже страдает от дум. На консоли НАФ есть прямая связь с Таранцем. Недостаток в том, что нам всем приходится купаться в Киралии. Рад приветствовать тебя на борту, Сэм. Извини, но я не могу пожать тебе руку. Ты управляешь кораблем? Да. Теперь большую часть работы выполняет компьютер. Значит, это краткое изложение. Точно. Мы погружаемся в башню и с ее помощью перемещаемся под землей. Прямо под поверхностью земли. Там есть течение, по которым мы можем перемещаться практически в любом направлении. Так какова же твоя роль во всем этом? Я? Я слежу за тем, чтобы грандиозные планы Драмола были реализованы без сучка и задоринки. Так ты командир? Да, это так. В наши дни я всего лишь номинальный руководитель. Лу? Так Лу, это имя ребенка. Привет, извините. Я тоже член команды Драмола. Хотите, верьте. Хотите, нет. Это большая честь для меня, Сэм. Маленькая марионетка? Марионетка? Нет, нет. Нет. Я живой человек и сам себе хозяин. Это Долман. Человек, у которого корова застряла в теле. Ну, вы поняли. Раньше он был медиумом. Когда я еще был человеком и лысым, конечно. К сожалению, мое превращение лишило меня моих способностей. Где ты? Как это все? Какова coisa? Какая шутка? Какая шутка? Продолжение следует... 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 Сэм, ты не возражаешь, если я присоединюсь к тебе? Не обращай на него внимания. Его знания и опыт могут пригодиться в будущем. Да? Правда, Сэм? Твоя задница? А как насчет дробовика? Я предпочитаю сидеть за рулем. Сэм, ты меня слышишь? Сначала тебе нужно будет получить доступ к терминалу на мексиканской стороне. После того, как мы подтвердим наличие сети, мы сможем взять Магеллан и перегруппировать ваши силы. Проблема в том, что не все хотят быть частью УСИ. Это не входит в наши планы, Сэм. УСИ не стремится расширять свои границы. Как и в случае с Мексикой, они хотят подключить новые регионы к сети. В любом случае, Магеллан здесь, чтобы поддержать вас. И как всегда, вы будете тем, кто поведет за собой, чтобы расширить сеть. Какова твоя роль во всем этом? Ты же командир. Это так. В последнее время я лишь называюсь этим именем. Ты объединил Америку, помог ей возродиться как УСИ. Но я боюсь, что история с заражением еще не закончена. Человечество все еще в опасности. Оно все еще на грани вымирания. Не делай вид, что ты этого не видишь. После того, как ты ушел, многое изменилось, особенно в УСИ. Мосты больше не являются частью сети, которая была создана, когда все только начиналось. Поэтому твои друзья и коллеги разошлись в разные стороны. Теперь, когда сеть работает, нет необходимости полагаться на людей-носильщиков. Поэтому, когда я закрыла магазин, я отправилась в Европу. Там я занялась работой в регионах, не входящих в УСИ. Мы решили назвать себя разводным мостом. Благодаря поддержке хиральной сети и доступу к ней, человечество освободится от необходимости передвигаться. Мысли способны осуществлять доставку. Он жив. Он называл себя призраком, но... Мы вернулись с пляжа только для того, чтобы он мог нас убить. Он сказал, что вернулся, чтобы отомстить тебе и мне. Эй, брат. Ты скучал по мне? Да, я думал, что ты заглянешь сюда. Ведь я распространяю плоды трудов этой замечательной фабрики по всему континенту. С помощью оружия и насилия ты мог бы завоевать весь мир. Как и раньше. О! Похоже, на этот раз ты решил сменить веревку на палку. Что же, я полагаю, что даже носильщику время от времени приходится нажимать на курок. А как насчет тебя? Эй, приятель. Ты просто еще один бездушный маленький дом. Отпусти меня. Но, Санта-гитарист, где же остальные из твоей группы? Ну, разве это не странно? Это были вы, ребята? Это ты его убил, Лу? Ты все еще не знаешь, да? Какого черта? Какого черта? Он сказал что-то, чего ты не знаешь. Ладно, Сэм. Давай посмотрим, что мы можем сделать, чтобы найти его. Если ты знаешь ответы, тебе придется самому его найти. Но если ты найдешь его, то боль, которую ты испытываешь, станет еще сильнее. Сэм, ты ничего не знаешь. Не забывай, что ты отправился в эту экспедицию, чтобы найти в себе силы жить дальше. И ты их нашел. Мы все знаем, что ты справишься. Теперь пришло время завершить путешествие, Сэм. Пожалуйста, пойми, Сэм. Мы не хотели тебя обманывать. Мы нашли ее внутри куколки. Она была наполнена жидкостью, содержащей аминокислоты. Это идентично тому, что содержится в смоле. Извините, но в смоле есть аминокислоты, то есть белки? Конечно. Как еще, по-вашему, могли появиться из нее хиральные существа? Некоторые даже предполагают, что смола — это своего рода первобытный бульон. Я был там. Я видел ее дом. Это была дыра. Понимаете, после того, как вы покинули Бриджес, я решил немного покопаться в этом деле. Так вот, согласно их данным, Биби-28 был помечен и впоследствии уничтожен 4 года назад. Задолго до того, как вы с Лу встретились. Не волнуйся, все в порядке. Я буду рядом с тобой и защищу тебя. Так что позволь любви оберегать тебя до утра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я буду рядом с тобой, закрою твои усталые глаза и буду ждать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Малышка. Не волнуйся. Все хорошо. Я всегда буду с тобой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фиби, не волнуйся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все в порядке. Никто не должен страдать от такой потери. Знаете, я не шутил, когда сказал, что понимаю ваши чувства. Но если ты будешь продолжать грустить, это будет тянуть тебя вниз, как якорь. Познакомься с моей командой, Сэм. Тебе пора отправляться в путь и начинать новую жизнь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Решение о закрытии университета приняла не администрация, а частная корпорация. АПАК. АПАК. Так что пусть любовь предостережет тебя. До утра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова